Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что в моем телефоне. Потому что девушка одна попросила у меня об этом. Надеюсь, то, что я покажу, расскажу, кому-то будет полезным. Скажу вкратце, у меня телефон Microsoft, он на 8 Windows. И этот телефон меня вполне устраивает, он мне очень нравится, так как я мобильный человек. С ведением канала я стала мобильной. Раньше у меня был старый телефон, и у меня не было возможности, к примеру, отвечать на комментарии, где бы я ни находилась. Нет возможности даже прочитать их, нет возможности посмотреть развитие своего канала. Также не было возможности даже общаться просто через Skype, через какие-то другие соцсети, если ты вне дома. Потому что в этом телефоне есть все, и меня это очень даже устраивает. Не все, конечно, приложения такие, как на других телефонах. Некоторые приложения, которые созданы специально для Microsoft, они немножко отличаются от других каких-то приложений, для других телефонов, на базе Android, либо на EOS и на каких-то других базах операционной системы. Приступим. В первую очередь хочу вам показать и рассказать те соцсети, в которых я чаще всего сижу. Вот такие вот приложения у меня присутствуют именно из соцсетей, которыми я пользуюсь. Есть сети, в которых я, в принципе, зачастую сижу. Чаще всего я использую, к примеру, там, Instagram. Я его проверяю намного чаще, чем все остальные соцсети. Это логично. Дальше, в чем я еще чаще всего сижу, это ВКонтакте. Здесь уже, конечно, я сижу не так часто, к примеру, как, допустим, в Instagram. Большую часть времени я провожу сейчас вот на YouTube, не поверите, потому что пишут комментарии, я отвечаю на них, вот, поэтому я здесь провожу большую часть времени, так сказать. Так, приложения, которые мне также нужны, допустим, вот есть у меня почта Яндекс и почта Gmail. Я ими также пользуюсь, потому что они мне очень, в принципе, с собой вот в кармане нужны, так как бывают присылают письма и бывает нужно срочно на них ответить. Допустим, вот такие вот мне присылают сообщения на Gmail, кто какие комментарии оставил, кто подписался. В общем, мне это очень интересно знать, поэтому я рада, что я могу это прочитать, ну, буквально, вот, где бы я ни находилась. Также у меня есть приложения очень нужные, которые мне очень нужны. Это видео. И здесь у меня есть фильмы, которые я хочу посмотреть, да, которые я, в принципе, закидывала сюда для переезда посмотреть и все такое. Вот один я посмотрела, уже удалила, и два осталось. Пусть будут на всякий случай. Еще одно приложение, тоже стандартное, оно для музыки, как ни странно. И здесь очень много музыки у меня, как вы можете видеть, и я очень люблю слушать музыку. И еще одно приложение, которое мне очень-очень нужно, это вот такое приложение. Называется Eva. Просто любое другое, которое я устанавливала, именно приложение «Женский календарь», они как-то работали некорректно, либо мне не нравились. Это приложение меня вполне устраивает, это не реклама, ничего. Я его нашла случайно, тоже по отзывам других девчонок, поэтому пользуюсь именно им. Здесь есть также календарь, который вы можете вести. История ваша. У меня пока истории нет, потому что, я опять же повторюсь, я меняла флешки, и у меня все нарушилось. Здесь можно вести все так же, как и в любых других календариках, женских приложениях, так что могу его посоветовать именно для Windows Phone. Липа, которые у меня присутствуют, но они мне нужны именно не для работы, но для моего канала, к примеру. Я ими пользуюсь, но в редких случаях. Не часто использую мои приложения, это Twitter, Facebook, Skype и Viber. Twitter, Facebook я вообще очень редко использую, потому что я там зарегистрирована буквально, наверное, месяц как, может чуть больше. Skype и Viber я использую, конечно, чаще, чем Twitter и Facebook, потому что я общаюсь с родственниками и подругами. Еще так же в моем телефоне присутствуют такие вкладки, которые мне нужны именно для моего личного использования. Приложения, которые мне помогают как-то, пусть не развиваться, но они мне нужны. Допустим, это приложение Note, в общем, это записная книжка своего рода. И здесь я записываю все свои какие-то там, вот мои мудрости, да, это мои высказывания, которые пришли мне в голову, и я их успела записать, к примеру. Такие же высказывания вы можете увидеть на моей личной страничке ВКонтакте. Так что заходите, буду рада, я все люблю записывать. Вот там, допустим, покупки, которые я совершала недавно, про которые мне нужно будет снять видео, потом вот запись «Снять видео». И здесь уже идет перечисление тех видео, которые мне нужно снять, и я буду их отмечать галочками, какие я сняла, какие не сняла. Да, дальше еще одно приложение, которым я очень часто пользуюсь, это, как ни странно, «Погода». И у меня были разные приложения. Вот то приложение, которое у меня было до этого, оно не работало здесь, вот в Московской области, не знаю почему. И мне пришлось установить другое. Ну вот, установила другое, оно работает, и я люблю очень часто, перед тем, как куда-то мне запланировать идти, я люблю посмотреть, какая же будет погода. И дальше приложение, которым я тоже так же часто пользуюсь, это «Карты». Раньше у меня был 2GIS, не знаю, почему-то здесь 2GIS плохо работает, в общем, не знаю, что-то с ним случилось. Я скачала, якобы это стандартная, по-моему, программа, не скачала, она здесь была на телефоне. Стандартная программа, которая показывает все улицы, какие-то адреса и все такое, в общем, можно посмотреть. В общем, это мне нужно для перемещения, особенно в каких-то незнакомых городах, потому что благодаря 2GIS, допустим, я очень хорошо и быстро начала ориентироваться в Воронеже. Также я люблю играть, всякие игрушки, раньше у меня на телефоне их было больше, сейчас их меньше за счет того, что я просто решила избавиться от всего ненужного, чтобы сократить время, которое я затрачиваю на ненужные вещи и расширить горизонты, да, и взгляды, и расширить то же самое время, увеличить время для самосовершенствования, да, для ведения канала, для съемки видео, для того же отдыха, потому что это нужно. Игры, в которые я играю, это игра, допустим, код, он у меня уже давным-давно, и когда я поменяла телефон, у меня, кстати, был уровень, что-то я помню, 200 какой-то, и, в общем, у меня все накрылось, мне пришлось его устанавливать заново и, соответственно, начинать заново. А сейчас у меня уже 53-й, и это, можно сказать, из-за того, что я очень редко в него играю, опять же, повторюсь, потому что я затрачивала раньше очень много времени, я могла и во время работы раньше достать кота, немножко поиграть в него и все такое, но сейчас понимаю, что, в принципе, это все детский сад, конечно, но это затягивает, и за счет этого тратится очень много времени, того, что ты мог потратить на что-либо другое полезнее, да, поэтому я очень редко в него играю, но бывает. Раньше у меня было много игр, сейчас, опять же, повторюсь, я избавилась от них, вернее, из-за того, что флешку переставила, игры послетали, я решила их заново не устанавливать. Также в моем телефоне присутствуют еще дополнительные приложения, которые, я думаю, есть в любом другом телефоне. Еще также у меня присутствуют такие программы, которыми я очень редко пользуюсь, но эти приложения иногда мне пригождаются. Допустим, тот же Shazam, все его знают, иногда услышишь какую-либо мелодию, и хочется знать, что же это за исполнитель, либо что же это за мелодия. Дальше, календарь, это очень нужно, я его вынесла на рабочий стол, для того, чтобы быстро можно было его найти. Допустим, еще я часто пользуюсь будильником, но это стандартная процедура, также вывела его на рабочий стол. Для удобства тот же самый калькулятор, вот это такой стандарт. Настройки те же самые телефона у меня также на рабочем столе, потому что это также быстро и удобно. И еще приложение, которое я скачала, это фонарик. Он очень хорошо работает, как вы можете заметить, и меня это устраивает. Фонарик нужен везде и всегда бывает. Также у меня есть приложение такое, как Деньги, Яндекс.Деньги. У меня там есть свой кошелек, и вот иногда он пригождается, поэтому на телефоне он был стандартным приложением, и я его решила не удалять, так как может пригодиться. Еще у меня есть такое приложение, которым я также редко пользуюсь. Это приложение Еда, и здесь много всяких нужных функций, но я ими всеми не особо пользуюсь, потому что у меня есть, допустим, куда записывать покупки. В общем, я оставила это приложение только из-за того, что здесь есть кулинарные какие-то рецепты. Только из-за этого, по большей части. Так как я, в принципе, готовить не особо люблю, это не особо такое супер-пуперское мое любимое приложение, но оно имеет место быть. Дальше, что у меня еще есть, да, это вот такие всякие приложения с обоями, они мне нравятся, я очень люблю менять всякие обои, потому что у меня меняется настроение. Также есть у меня такое приложение, как Финансы, и я его оставила тоже из-за того, только то, что... О, 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 из-за того только то, что здесь есть курс валют. Иногда это тоже мне очень нужно. Ну, это чисто для себя, какие-то там деньги поменять, да, и все такое, в общем, как и у всех других людей. Так, еще что у меня есть, это такое приложение, которое редактирует всякие картинки. Можно делать коллажи, к примеру, из нескольких фотографий. Выбираете, к примеру, фото, и можно его отредактировать. Приложение мне очень нравится. У меня, кстати, это приложение установлено и на компьютере. Именно в этом приложении я делаю свои заставки для видео на моем канале. Ну да, также полезное приложение Office. Это приложение такое же, как и на компьютере. Здесь присутствуют разные файлы, допустим, Word, Excel. Этими приложениями также можно пользоваться, как и на компьютере, в принципе. И есть у меня еще вот такое приложение. Последнее, которое я вам хочу показать, это также редактор фото. Это необычный редактор. Он делает из вашей фотографии что-то необычное, допустим. Вот я выберу сейчас фотографию. И вот такая вот фотография получилась. Якобы ее рисовали какими-то необычными штрихами. В общем, такие всякие приколы. Иногда мне нравится свои фотографии делать вот такими вот необычными. И здесь вот, как вы можете видеть, куча-куча разных вариантов, которые вы можете выбрать. Вот, допустим, такие сердечки. Да. Ну вот так вот. Да, еще у меня есть WhatsApp. Но я им вообще практически не пользуюсь. Один раз только приходилось. Чисто по работе. И все. Ну, в принципе, это и все приложения, которые у меня есть на данный момент. Вот и весь мой рассказ. Вот такой вот у меня телефон. Такими приложениями я пользуюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте пальчик вверх. Поддержите просто меня. И обязательно пишите в комментариях, какими приложениями пользуетесь вы. Если у вас такой же телефон, либо просто посоветуйте что-нибудь. Я буду очень этому рада. И, как всегда, я с вами прощаюсь. Всех крепко целую, обнимаю. И пока-пока.